Музейные работники города Череповца пытаются призвать общественность к спасению уникального храма в селе Неласка. Недалеко от города находится памятник деревянного зодчества, церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 17 веке. Храм находится в хорошем состоянии, но закрыт для посетителей. Музейщики и священнослужители серьезно беспокоены тем, что эта церковь может постигнуть участь многих других закрытых храмов страны. Она будет закрыта и заброшена. Это один из редких дней, когда церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Неласка, Череповецкого района Вологодской области, была открыта для прихожан. Уникальный памятник деревянного зодчества федерального значения пока находится в удовлетворительном состоянии, однако переданный в Росимущество храм практически не открывают даже в дни православных праздников. Именно этот факт вызывает серьезные опасения у священнослужителей. Это, можно сказать, жемчужина, деревянное зодчество. Поэтому в нашей очереди даже в России очень мало сохранилось таких храмов. Просто вот душа болит у всех, чтобы сохранить потомка, память. Память, она должна быть присутствовать в всех наших поколениях. Особенно 320 лет этому храму построено вообще без гвоздя, без единого. Уникальный комплекс. Поэтому не просто, допустим, как он является ценностью исторической, допустим, но и службы должны проходить в нем. Поддерживают мнение священнослужителей и сотрудники Череповецкого музейного объединения. Храм крылатый, поднятый на высокие консоли. Такое ощущение, что действительно его крыльями держат своими ангелы. Проект включает очень много мероприятий, привлекаемое внимание всей нашей общественности разными способами. Это и музейные выставки, это и богослужения, это и публикации во всех средствах массовой информации. Словом, делается все, чтобы храм нашел своих достойных хозяев. А пока волокотские реставраторы делают все возможное для того, чтобы уникальный храм как можно меньше подвергался воздействию окружающей среды. Год назад с куполов и кровли храма реставраторы сняли деревянную черепицу, которая пришла в негодность и временно закрыли все железом. Но чтобы приступить к большим реставрационным работам, требуется серьезное финансирование. Что касается дальнейших реставрационных работ, конечно, все зависит от финансирования. От финансирования как проектных работ, так и реставрационных. Но будем надеяться, что федеральная программа, как на этот год Дмитриевская церковь, Никольская церковь Дмитриевья, как говорится, будет на ней финансирование, на проектную работу, будем надеяться, что и на этом храме. Потому что все-таки храм заслуживает внимания, и храм находится на хорошем туристическом маршруте. А пока местные жители на чистом энтузиазме стараются поддерживать в порядке территорию вокруг храма. Убирают мусор, выкашивают траву, подрезают кусты. Конечно, величественное сооружение, которое несет в себе просто колоссальную энергию. Каждый раз, когда я здесь появляюсь, я всегда сюда прихожу. Я испытываю просто заряд. Обхожу вокруг. В художественном музее Череповца на днях открылась выставка памяти забытых церквей. В экспозиции представлены картины художников с образами разных храмов Вологодчины. Фотографии тексты о пуже утраченных храмах или о тех, которые находятся в удручающем состоянии. Таким образом музейщики пытаются показать, что может произойти с закрытым и забытым храмом. Эта выставка – только малая часть проекта «Храм на ангельских крыльях», который посвящен уникальному архитектурному сооружению в селе Неласком. Сотрудники музея планируют еще ряд мероприятий для привлечения внимания общественности к теме возрождения Успенской церкви.